ПЕСНЯ ПЕСНЯ Дорогие братья и сёстры, ну что, вот мы собрались. Самое главное для нашей жизни – побеседовать, порассудить о том, как надобно спасать душу свою, как нужно прожить вот дни своей жизни. Потому что все точно-точно знают, кого не спросить. Обязательно умирать будем. Так или не так? А может ты будешь умирать? Нет? Она не будет, да? Будет. Будешь? Ну что ж тогда? Ну гроб тебе сделают об этом, пока не будем заботиться. Так. Ну а вот будем вот мы умирать. Ну неужели, если мы будем умирать, значит, надо жить как попало. Значит, надо как-то жить правильно. Значит, должен понимать самое главное, даже из-за того рассуждения, что нам придется умереть. Значит, судья есть, который будет судить правильно. Это есть Господь Бог наш, истинный, праведный судья. А если он есть, значит, уже надо здесь, сейчас, в этой нашей временной земной жизни жить правильно. Апостол говорит, что каждый из нас будет судим за те дела, которые человек сделал, сотворил, живя в теле, в теле, после смерти все кончается. Захотел бы ты как бы что-то сделать, но уже бесполезно, и не услышит сказано, «Вааде же кто? Исповесть!» Вот мы сейчас можем говорить, что такое спрашивать, а вааде нет. Все. «Еда познана будут в отме чудеса твои, Божие». Или познана будут в отме чудеса твои, правда твоя, в земли забвенней. Поэтому пока не поздно, каждый человек из нас, во-первых, зная, что Бог есть, и что каждому придется умереть и понести первый суд, мытарство и тому прочее, да? Значит, надо позаботиться, чтобы покаяться, исповедать свои грехи и приложить все усилия к тому, чтобы исправить свою жизнь. Но своими силами практически невозможно это исправить. Для этого нужна Божия помощь. Но Божия помощь дается только тому человеку, который... слушайте внимательно, только тому человеку, который живет по закону Божию, по Слову Божию. А тот человек, который живет, знает, что Бог есть, а закон Божий нет, это не надо. Да, и он может читать любые книги, изучать науки, а Слово Божие в стороне. Это ужасная, страшная ошибка и безобразие. Его, если бы назвать по-земному, да? Это бандюга пока, который Слово Божие не изучает и не исполняет. Ну, я не буду, кое-кого мы спросим вот здесь вот еще, да? Но пока что я говорю, запомнить всем нам хорошенечко. Вот сейчас вот мы живем в страшное время. Еще святые отцы, которые жили даже задолго до нас, уже говорили, что это в то время, страшное время мы живем. А уж говорить, что сейчас, тем более страшное, да? И опасное. Но скажите, было ли вот даже в те страшные предыдущие времена такое количество разводов? Я уж не говорю об абортах, проклятые, которые убийцы убивают своих детей. И за это обязательно будет ответ неизбежно. Неизбежно. Вот я вам скажу, может быть, не знаю, здесь кто-то и были, слушали, ну, пример, вот, из своей, сказать, жизни, да и для многих вас будет это полезно. И даже не для многих, а вот для всех я бы хотел, чтобы это было. Вот, привели, помню, да не однажды приводили, на исповедь приходили женщины, да, и говорили откровенно, батюшка, что вот я вам исповедую все свои грехи от всей души. Я пойду причащаться, я молюсь Божией Матери, другим, святым, и иду причащаться, но знаю заранее, я вот вам говорю, и многих мне пришлось женщин слышать, что камень с души у меня не спадет. Вот, после причастия подходит, говорит, нет, батюшка, камень висит. Что делать? Ну, ну, они там по-своему думают, а я думаю, ну, что я могу, чем я могу им помочь? Вот, ну, она говорит, я молюсь Божией Матери. Да, ты молишься даже Матери, Божией Матери, и многим святым. Да, но ты не знаешь, чью молитву Бог услышит, твою или молитву у тех, кого ты убила, то есть своих детей. Нет, не знаешь, и совесть всегда мучает, беспокоит. Что делать? Да, вот, подходит одна, другая, третья, когда набирается вот таких, вот перед священником, перед душой, большое вот какое-то количество, уже я скажу себе по себе, как хотите, я не могу, я не знаю, я мучаю. Господи, ну, что сделать, чем помочь? И какие добрые дела они делают, да, что-то такое там, может, какое-то облегчение есть, но до конца камень, говорит, не спадает. И вот я вам скажу, что мне пришло на мысль, потому что я много переживал, прям скажу, чуть не до слез. Ну, жалко мне этих людей. Я вам скажу вам, не только женщин, а и мужчин. Потому что аборт женщины делают не без мужчины, и потому мужчина будет тоже отвечать. И отвечать страшным судом Божиим. И это неизбежно. Он убийца тоже самый. Что подходит, говорит, и вот такие слова, батюшка, вот. Камень не спадает. И вот я говорю, а знаешь что? У меня вот есть способ, при помощи которого камень с души этой спадет, и будет на душе светло и радостно. Не верят ушам, слышат. Никогда не слыхала. Как? Ну, но я говорю, только я только тем говорю, которые будут исполнять, что я скажу. И вот тогда стоит и думает, соглашаться или не соглашаться. Вдруг соглашусь, а я дам такое, что или поклоны, или посты. И думает, наверное, помру заранее. Она стоит и думает, соглашаться или не соглашаться. А потом душа, она мучается, замучена. И говорит, батюшка, говори. То есть согласна на все. Я говорю, ну хорошо. Вот что я тебе скажу. Ты вот убийца, так, сколько там, одного, двух, трех, четырех, там может, аборты. Так. А теперь пойди и роди 20 человек. Да, кому-то может 30. Да. Вот так. У меня глаза на лоб. У вас тоже может на лоб кого палить? Как? Да. Вот ты там вон-то улыбаешься, и как? Если тебе дать родить, чтобы ты 20 родила, как? Довольна будешь? А? Довольно. Довольно? А как ты будешь рожать? Нет, уже. А? Теперь уже никак. Что? Теперь уже никак. А так улыбайся. Тебе родить надо, я говорю, 20. Можно же приютом дать. А ну, пожалуйста, можем. Тут может быть даже количество, знаете, есть такие, которые очень по-много, даже я прямо сказал, очень по-много рожают. Ну, как? Батюшка, а что? Да я уже старая. Старая. Да у меня и мужа нету. Вот я говорю, как хочешь, хоть наизнанку выверниться, чтобы родила. Вот так. Вот так пойдет? Или не пойдет, да? Пойдет. Не пойдет. Не пойдет? А не пойдет, так оставайся. Оставай человек. Да. С приютом, пожалуйста. Да, и вот и говорит, и мужа нету. А я говорю, давай рожай. Все. Как? О, стоит он, я так задумалась. Тогда я беру. Слово Божие. Вот что написано. Вот. У апостола Якова. Сейчас посмотрим. Прямо прочитаю. Так. Обративый грешника от заблуждения пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Значит, кто грешника обратит, тот спасет душу от смерти. Обратишь грешника, значит, ты его родила. Вот так. Вот так. Ну, мы так рождать грешника будем? Будем. Давайте. Грешник. А ну, чтобы рождать-то надо что? Надо же семья иметь. Без семени как ты родишь? Ну, и рожденные от плоти. Есть плоть. Да. И апостол Петр говорит, мы рождены не от семени истленно. То есть, не от плотского. Но не истленно. Что это за такое семя? Нетленное. Это слово Божие. Вот оно, семя. Семя. Без этого семени родить человека невозможно. Духовно. А наше дело надо родить. Духовно. Вот. И когда однажды, вот, вот, много, так, я уже много, ну, так, ну, говорил. Кто-то понимал, кто-то радовался как-то так, так. И вот однажды, представляете, я прихожу на исповедь, ну, вы знаете, в лавре, притеченский храм, да, там исповедь. Я исповедую, ко мне подходят, батюшка, вас там вызывают. Я говорю, ну, подождите, там, ну, только выхожу там за поворот, там столько много женщин и старухи, и всех, во всех возрастах, и, значит, так, все, батюшка, что, мы родили. Я говорю, ох, вы старухи такие, вы что натворили. Батюшка, ну, ты ж нам велел. Ладно, все понятно. Вот, одна выходит и говорит, батюшка, все, у меня камень спал, но мне такой радости никогда не бывало. Такая радость, да. Вот, а как же, что это так у тебя, как ты? Да, говорит, я знаю, говорит, на суде Господь скажет, Марья, ты убийца. А я скажу, Господи, да, я убила, но я же двадцать родила. Говорит, я знаю, что меня Господь помилует. Вот так вот, вот, когда делали аборты и мужики, и женщины, чтобы рожали, то есть обращали грешничков. Найдете где-то, кого-то к Богу приведете, поверьте, вот Слово Божие истинно, да. Помилует Господь, да. Да еще такие бывают, вот когда к Богу приведет человека, да, а потом становится такими друзьями, которые, как говорит, водой не разольешь. Потому что можно все спросить, можно спросить и сказать, все сказать, и такая радость бывает, что даже такой близости и радости, нежели со своими вот детьми там по плоти, такой бывает, не бывает даже. Да, есть очень по-многому. У некоторых бывают какие-либо способности или такое положение в жизни, что могут вот так говорить, словечко Божие нужно изучать. Без этого нельзя, без этого ничего не выйдет. Вот у нас, вот она вот книжечка такая, но она еще не полная, все братья, да, должны, чтобы около трехсот текстов на память. Вот, а есть братья, кто-то до семисот текстов знает, шестьсот, пятьсот, четыреста, да, вот такие вот, да. Ну, еще скажу, что, вот если пожилые люди, старые, вот изучают эти заповеди, то память лучше становится у старого до старости. Почему это? Потому что Слово-то Божие, оно живое, это не какое-то там такое, вот мы говорили, нет, совсем другое. Сам Господь Христос сказал, слова, которые я вам говорю, это суть, дух и жизнь. То есть, если в сердечко положило это словечко, значит, там жизнь. Вот пойдет по мытарствам, да, да, по мытарствам, где-то там нагрешили, а это жизнь, да, вот как будет, есть надежда, да, может быть, за молитву церковную будет, человек спасен. Он, значит, чтобы изучали Слово Божие, я не знаю, если у нас найдется, может, всем раздадут, у кого нет вот эти вот, но тут кое-какие добавочки можно, там есть в конце линейки, да, вот, да. Если где-то найдете, можно добавить, но нужно запоминать, вот когда мы беседуем, да, беседуем, у нас много болтовни, болтовни. И эта болтовня, как зараза, как отрава, это и есть вот это адское мучение. Когда ты попадешь, ты уже Слово истинное не услышишь, а будешь вариться вот в той помойке, в болтовне, где-то, где-то с кем-то, чего-то, в науке, в философии, там, и говорит, не увлекайтесь, говорит, пустой философией. Я не могу там назвать место, есть такое, да, да, или пустое, говорит, Слово, Слово Божие запомните, изучите его. И Господь что говорит? Сыне, дашь мне твое сердце, слышите, ведь не говорит Господь, дай мне твои мозги, а говорит, дай мне твое сердце. Почему? И дальше опять вот он объясняет Господь, от избытка сердца, уста глаголит. Добрый человек от избытка сердца, говорит, доброе. То есть у него там в сердце что-то есть, какое-то словечко Божие, да. А худой человек, которому этого не нужно, он только вредное говорит. Он может, говорит, какую-то науку, там, что такое, кому она там в аду нужна. Она совершенно не нужна Богу. Не теряя времени, изучайте словечко Божие и в сердце его складывайте. Когда складываете, то от избытка сердца уста. А что такое уста? Устами кто управляет? Ну, мозги там, трансформатор, можно сказать, да. Вот, и сердце туда попадает, и мы можем друг с другом разговаривать. Вот, потому что мозгами там он управляется, глаза, уши, там, руки, ноги, все проще. И уста. От избытка сердца уста. Глаголя, да. Вот. Изучай слово Божие. И еще хочу спросить. Ну, а вы крещеные? Да. Вы крещеные? Да. Это точно? Да. Детство. А я что-то сомневаюсь. Ой, крестиков можно навесить, знать сколько. Не крещеные, не крещеные. А я все-таки сомневаюсь. Почему? Почему? А как доказать вам? А? Как доказать? Не понял. Как доказать? Доказать как? Доказать? Пожалуйста. Жизнь. Очень легко доказать. Возьмите вот Евангелие. Там написано, если вы сами читаете. Когда Ян Притеча был в пустыне, да? Что говорил? Я крещаю вас водою в покаяние. А за мной грядет, который будет крестить вас Духом Святым и огнем. Так вы огнем крещены? Нет. А? Нет. Давайте сейчас же. Отец Алексей, где там дрова? Тащи сюда, мы жарим. Всех, кто поджарим, это, ну, огонь разведем, мы будем вас. Ой, да потому же крещение-то должно быть до гроба. Почему опять Слово Божие? Вот когда помните, Господь спрашивает у апостолов, «Крещением, которым я крещусь, можете креститься?» Что они отвечают? Можем. Можем. Ну, они могли бы сказать, «Господи, ну, ты же ведь уже крещеный, и мы крещеные. Ну, зачем там еще уж?» А он говорит, «Все-таки требуется, я крещусь, и вы должны». Ну, что, на каждый день макать надо его? А? Нет. Значит, какое другое. Это крещение огнем, от которое должно войти каждый день и до смерти, до самой. Что это такое? Это Слово Божие. Вот оно, да? Вот. Вот там написано в Псалме, «Согрейся сердце мое во мне, да, вот, и в поучении моем разгорится огонь». О, как раз попало. Вот. Псалом 38. «Согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огонь». Это в каком поучении? В болтовне? В болтовне? Нет. В учении Слова Божьего. В учении Слова Божьего. Вот крещение. Слова Божьего. Вот, чтобы долгое время не пройдет, спрашивают, будете креститься огнем? Так. Ты будешь? То. Не сгоришь? Не сгоришь. А ты будешь огнем креститься? Так. Ну, ладно. Держи тебя. Спасибо. Ну, там еще вам дадут. Благословицы. 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 Словечко Божие, вот оно. Крещение наше. Драгоценнее-то ничего нет. Господь, Бог воплотился, умалил себя, это вообразить нельзя, да? Пролил кровь и даже, скажу, одна капля крови Бога, воплотившегося, всю Вселенную освящает. И освящает не одну Вселенную, да? Как освящает ее? Духом и словом истины. Туз раньше был князем мира сего, кто? Сатана. А теперь все, Господь говорит, противостаньте дьяволу и бежит от вас. Как противостать? А вот сказал слово Божие, и все, и бежит. Потому что он ложец и убийца, человек-убийца, да? И воистине не стоит, он не может. Слово истины. Смотрите, хорошенечко запоминайте. Вот, и всем, кому можете. Но только вот Господь говорит, не мешите бисер ваш, не дадите святая псом, не мешите бисер перед свиньями. А иначе они растопчут, что вы говорите, ногами. Еще на вас бросятся, вас-то растерзают. Когда начнете договорить псам, они лаят на Бога, будут они проклятыми, и вы будете, как соблазнители. Смотрите, кого рожать. А то каких-нибудь псов там нарожаете. Ну, словечко Божие самое главное. Будете изучать? Все. Будете. Ух, хороших будете рожать. Детишек. И старенькие могут больше рожать. Потому что они много, опыт житейский знают. Можете подсказать. Да и все, и молодые. Значит, нам нужно рожать. Это всем рожать. Всем касается. Ну. Да, значит. Ой, рожать надо. И креститься огнем надо. Неужели все это будем делать, а? Будем стараться. А ведь надо с радостью делать это. С охотой. Тогда начнется у нас новая, другая жизнь. И вот, как говорят, вот сейчас мир висит на волоске. Если у нас в России будет новая жизнь, ой, этот волосок будет крепкий, еще долго протянется. Удержит Господь, продлит время для покаяния. Если начнется новая жизнь. Новая. Нельзя жить. Вот по старому, по закону сатанинскому. Когда много. Ну скажите, что это за жизнь? Вот я скажу, ну, я вспоминаю в детстве, ну, когда началась война, эвакуировались. Я был совсем малышка, на печке там это, я и не знал, что такое война, что такое мне тут до сих пор она. Не страху, ничего, на печке ору, там, там, песню пою, там. Вот. Ну, и мне очень, что, запомнилось, что, когда я уже стал постарше, где-то около 10 лет, я вспомнил, да, стал вспоминать. Разводов-то не было. Да, я-то все думал, да почему же это так? Это не только я сам от себя, но я слышал. Вот окружают окружающие, да почему же это так? Оказалось, просто, просто была колхозная жизнь, закон о тунеядстве обязательно должен на работу выходить. Да. На обед, правда, давалось часа три, даже четыре, потому что надо коровку встретить со стада, там напоить, подоить, там еще, потом отправить еще опять, да. Ну, что-то, потом еще вечером встретить коровку, еще попасти, если еще времечко есть, когда подоить, там, так вот. Вот. Ну, работы было очень много. Вот представьте себе, разошлись. Муж приходит на обед, а на столе пусто. Супруга приходит, дров нету. Еще что-то такое. Что ж это такое? Ой, а из-за чего ж мы разошлись-то, из-за какого-то слова плевого. Там даже, так, думает, давай, думает, опять сойдемся. И сошлись. Так, ну, что делать-то? Ну, что делать-то? Детей рожать надо. Почему-то, почему-то, они начинают понимать, как это важно. Важно. Детишек рождают, потихонечку там, и вот эти, их бабушки, там, дедушки помогают, пока они маленькие сами, еще есть времечко. А когда они, и знаете, я скажу так, где-то в среднем по три, по четыре вот так вот рожали. А были, которые и по восемь, даже и больше рожали. Да. И потом скажу вам, вы согласитесь, слыхали ли вы, чтобы в те времена были дома престарелых? Не было такого. Не было. Да мне даже понятия не было. Ну, какая, сказать, дочка или сын оставит свою мать или отца, возьмет к себе в дом. Ой, там, где эти внучаты, рады, бабушка, дедушка, знаете, такая, и жизнь становится такая-такая веселая. Бабушка-то, дедушка рассказывает или учит, что-нибудь такое делает, научает, получается, знаете, интересно. Вот. Вот я этому свидетел. А потом, впоследствии, вот когда уже был в лавре, ну, я, ну, это уже сколько-то давно прошло, конечно, время. Привели, помню, женщину, она же старая-старая. На исповедь ее привели. Ну, ну, я спрашиваю, а что вы ее в Москву, что-то в лавру туда привели? Да она из дома престарелая. Ну, я говорю, ну, что ты там, нельзя, что ли, там, в престарелых, кого там причастить? Да там беда вот такая какая. Да ее на пятый этаж перевели. Ну, и что, что на пятый? Ну, как что, что? С пятого этажа их, вон, кто в подвал бросает. То есть за ними там нету никакого ухода. Потому что много набирается вот таких старух, да, с которыми просто возиться, ну, и некому, и не хватает всегда. А их за ними не сидят, они заболевают. Я говорю, ну, что же, не жили никого? У них детей или кто-то, дочерей, кто не жили бы, никто не взяли. А она, а у меня никого нету, ни одного. А что? Да я аборты делала, у меня нету. Ну, делала аборты, вот теперь иди, тебя бросит там вон в помойку. А после помойки еще глубже пойдешь. Тут видите, как, какая картинка, я говорю, вот мне, говорят, столкнуться так прекрасно. Поэтому, вот, чтобы детишек рожали. Да, и в плотском плане, да, рожали. Рожали. Ну, и в духовном это обязательно. Обязательно. И чтобы грехов таких плотских у нас на Руси, как и раньше, лучше, чище, нежели во всех многих странах. Жить во славу Божию, чтобы имя Божие славилось. Тогда и с нами будет Господь. Вот так. Еще раз хочу спросить, рожать будем? Да, хорошо. Так, и телесно, и духовно. Ну, а мужики, рожать будете? Конечно будем, рожаем. Так, будете рожать вот там, где там. Потом, если нахмурился, не хочешь рожать. Ты хочешь рожать? Как получится, Борис? А? Как получится. Нет, да ты делай так, чтобы получалось. Ну что, он, не получится. Загадывай. А? Не загадывай. Что, что? Наперед не загадывай. Нет, 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 что хочешь. Изучай Слово Божие, что было. Да, тогда будешь рожать. А то, как не будет. Конечно, если это Слово Божие не будешь изучать, какой из тебя, как же ты можешь родить? Ну, может, уродов каких-то нарожаешь, когда будешь Слово Божие изучать, кривое какое-то. Таких и так хватает без этого. Будешь рожать? Нет, беда. Буду, буду, буду. А ты откуда приехал? Я с Волгоградской области. Волгоградская. А что ты тут делаешь? Трудник, трудник. Где у тебя послушание? Комендантская служба. Что ты там творишь? Снег чище. А? Сегодня снег чистили. Монастырь чистили от снега. Чистит монастырь. Так, а теперь вот, чтобы ты душу чистил. Душу надо почистить, да. А? Душу почистить. Грехи-то обвиняются. Да. Исповедовал уже. Смотрите, у нас ты знаешь правила. Да. Чтобы... А к кому по исповеди ходишь? К отцу Нилу. К отцу Нилу? Я у него спрошу. Если... Виталий меня зовут. А? Виталий. Виталий. Что? Виталий зовут меня. Тебя Виталий? Да. Как фамилия? Меркулов. Как? Меркулов. Меркулов? Да. Ага, и для меня новое. Ну... А ты жениться-то будешь? А? Хотелось бы, конечно. Хотелось бы, да. У меня дома-то своего нет. Что? Куда я жену приведу? У меня дома нет своего. Это ты? Чем ударил? Дома нет своего. У тебя? Да, приводить. Слушайте, куда же ему деваться? У него дома нету. В монастырь, батюшка. А? В монастырь. Ну да, он тут натворит всяких дел. Ну. В монастырь-то мы тебя туда отправим куда-нибудь, в коровник. В коровник? Да. На любое послушание готов. На любое послушание готов. На любое? Ну да. Смело. Так. А то тут... Нет, на любое послушание, это что, знаете, как сказать. А то убежишь с послушания. Один у нас там на коровнике. Значит так, надо же, коровок там чистит, дует, а она хвостом мотает. Там это хвост, навоз, да? Вот. А он думал, это как дует, она же мотает, пригинает, погибает. Он взял и привязал ей наконец-то гирю. Она ему как шлёпнула по углу. Вот у тебя тоже, наверное, так получится, да? На любое. На любое-то всё надо научиться. Терпение, терпение, терпение надо. Да. А вот надо знать, не терпеть, и одно терпение, и терпение, и смирение, и знание, поучение. Ну что, ну, коровки привязали к ножке, хвостик, вот и всё. Ну, никакой там гири не надо. Быстренько, всё хорошо. Батюшка, там с конца просили передать, чтобы не кричать, вопрос вам. Что самое главное в монастырской, в монашестве? Можно ли спастись в монастыре без духовного руководства? Есть служащие белые священники, а духовника нет. Ну, запомните хорошенечко, духовное руководство обязательно нужно. Обязательно. Во-первых, вот всякому человеку, самому Слову Божию, если вы будете читать и запоминать, сказано. Вот многие задают вопрос, где найти духовника? Ну, где же его найти, скажите. Ну, где тебе найти духовника? В храме. А? В храме. Ну, где ты его там поймаешь? В священниках. В священниках. А? Ну, и батюшку. А они прям тебя там дожидают, да? Встречный, поперечный, правильно? Нет. А? В Евангелии. Что? Ну, который ближе тебе понравился. А он убежит от тебя. Скажи, что он какой-то, скажет, что помалу рожает, там плохо огнём там это крестится, ну. Ну, ну. А как же найти его? Ну, а что? Как найти его? Как найти? Как быть? Как быть? Говорят, нам молиться и просить Господа, чтобы вам послал духовника. Слово Божие, запомните, вот плохо сразу чувствуется, столько людей. А Слово Божие говорит, один у вас учитель, один у вас наставник, Христос. И где бы они жили, в монастыре ли, в мирской ли жизни, был бы духовник там или служащий священник, в мирской жизни, в монастырской ли жизни, на первое место всякий человек должен поставить Христа. Вот мы говорим, слова, чьи изучаем? Христовые. Он на первое место. И вот эти-то слова и есть наши духовные первые руководители. Первые. И наставники. Вот. И Господь, Господь говорит, огня пришел я во врещи на землю. И как хотел бы, чтобы он уже возгорелся. Помните, читали? В Евангелии, да? Ну, друзья, ну что, просто так огня. Огонь вот и есть заповеди. Ну, когда будет это, ко Христу, вот эти исполнения, сказать, то, что я говорю, слово Божие вам раздадут, книжечки, по-моему, я сказал, вот такие вот, да? Изучайте. Там, может, кое-что-то, может быть, где-то и добавить надо будет, да? Вот. Ну, когда будет это, то человек так учат святые отцы, если он хочет, Господь укажет. И поэтому найдется цель духовник для каждого человека. Да. Да. А потом ведь надо знать одно, что духовник, это и не значит, что это священник. Это не обязательно. Да. Духовник. Духовник, да, например, может быть, просто, ну, монах, допустим, в монастыре, да? Если его допускают до исповеди, допустим, не всех подряд допускают молодые, дорогой, ну-ка, давай-ка изучать, труды, чтобы понес, потрудился в монастыре, вот там, в комендантской подструдился бы, там, в службе, на коровнике, на конюшне, не был? На конюшне был. Ну, может, тебя на конюшню отправить? Просто был. А? Не знаю. Не знаю, куда его девать, а? Ну, может, тебя на комбайн посадить не умеет? На комбайне? Да не. Ну, за рулем-то можешь. Могу. Ну, научишься на тракториста сначала себя обучим, а потом на комбайнера. Ну, у нас 800 гектаров земли, дорогой, надо обрабатывать. Конечно, ну, если научите, конечно, поеду. Но все с молитвой делается, не будет молитвы, нам такие комбайнеры не нужны. Иисусова молитва. Да. А? Иисусова молитва. Иисусова молитва – это само собой. Вот. А за вот эти заповеди – это другое дело. Иисусова молитва должна быть обязательно. И заповеди можно ввести вместе. Вот я, например, молитву Иисусу с вами, и в то же время, вот, кое-какие слова вот говорю, да? Да. Ну, никто же благ, только мой един Бог. Он скажет, возлюби Господа Бога твое всем сердцем, всей душой, всею мысль. Вот она первая и высшая заповедь. Вот это надо знать, да? Вторая подобная ей. Возлюби ближнего свое, как самого себя. Всею обою заповеди, весь закон и пророция висит. Ну, видите, я откладываю. Вместе, как и молитву Иисусу. Если какая-то пауза есть, но я не о Господе Иисусе Христе помил, не о. Так же, когда говоришь, вот я, например, говорю, и приходится много говорить. И я знаю, говорю это, стараясь, Господи, от всей души, с любовью, я хочу говорить во славу Божию. Господи, а я дурачок, у меня сутью монету. Помоги, Господи. Может, Господь вот скажет, нас положит на разум. И что-нибудь такое, что-нибудь такое, выйдет доброе, да? На себя не надеяться. Нужна что? Помощь. Одно дело желаний, всей души, а друге дело помощь. Молитва, молитвка Иисуса, заповеди. Потому что заповеди – это Слово Божие. Ну, я, например, вот вам объясню, вот каким образом Слово Божие действует очень сильно и сильнее всех ученых. Вот, скажу, был, вот у меня там кабинет наверху, да? Еще по линии Полтавченко, если вы помните, ну, несколько лет, ну, с его стороны приехали человек до 15, да? Ученые, доктора, разные там эти профессора, их много, да? Они, ну, они сели, разместились, я на своем месте сижу. Ну, что, я знаю, что. Ну, придет времечко, будут меня спрашивать. Сначала они говорят. Говорят, говорят, да и какую тему выбрали? Выбрали тему какую? Что такое, ну, сущность вещей? То есть, из чего все состоит? Все. Все. Ну, и так с людьми беседуют, я слушаю. Раньше, в былые времена, там, язычественники, у них не философы считали, что все состоит из электронов. Все. Все. Ну, а сейчас-то, они говорят, наука достигла электронов, это состоит из нейтронов, протонов. А нейтроны, протоны, еще там какие частицы. И еще. И вот так беседовали они, беседовали между собою, да? Ну, беседовали. Ну, а потом уже дошли до конца, решили, так, общим голосом, вот какая-то самая маленькая частица, которая науке известна. Не помню, но что-то наподобие, то ли Нонова частица, то ли Марина частица, не помню. Ну, назвали. Так, и у них начинает беседа замолкать. Они молкают, молкают, и вдруг вопрос. А как церковь? Ну, я думаю, и так, ладно. Церковь у нас там, все. Я говорю, о, такие вопросы, говорю, для детей, для старичков, которые уже это простыли. Мне глаза на лоб. Как? Наука бьется. А вы говорите такие слова. Я говорю, знаете, уважаемый, не будем мы толковать, сейчас эмоции там начнутся, там, ну, просто я хочу, прежде чем это разговаривать, я хочу у вас один вопрос задать. Скажите мне, пожалуйста, Вселенная конечная или бесконечная? Как вы? Конечная. Ну, говори, если грубо. Конечная. Конечная. Вот они все как один говорят, бесконечная. Бесконечная. Я говорю, уважаемый, а кто вам сказал об этом, что она бесконечная? Какая-то женщина? Ленин. Вот, и они все вот так захотятают. Потом мужской голос. Наука. Ну, тогда я уже за мной ответ, я говорю, уважаемые ученые, вы там, это, профессора, там, доктора и тому подобное. Подумайте, может ли наука, хотя бы она была в миллион, в миллиард, а еще больше, выше, чем современная наука. Испытывать и исследовать такие вещи, которые бесконечны. Да, это было так неожиданно. Они как по мановению все за голову схватились. Вот это да, в голову не приходило. Вот такой вопрос, да. Ну, как? Ну, какая наука может исследовать бесконечность? Бесконечность. Бесконечность, это значит непостижимость и непонимание. Что такое бесконечность? Непонимание, незнание, все, такие даже, что нам ни в голову, ни в мысль, ничего никуда войти не может. То, что бесконечность, вот, я говорю, уважаемый, а почему же вы так это за голову-то схватились? Так обидно им стало вроде, так что это я за голову, ну как, почему? Ну, соображаем, думаем, умом, так, еще в этом, все. Я говорю, так что ж, уважаемый, получается, что у вас ум-то в голове находится? Они, что-то, как обидно им показалось, что я это говорю. Ну, где же еще, может быть, начали так между собой что-то там ворчать, ворчать и хотели что-то спросить. Он рядом со мной вот так сидит какой-то, и я ему говорю, ну послушай, дорогой уважаемый, скажи мне, как вот вы считаете, у вас ум, где у вас находится? И вот тоже такое ему обидно как-то стало, не стал отвечать, а сделал такой знак. Ну, показал, ну что-то разговаривает. Значит, ну ладно, ум в голове. Тогда я вас спрашиваю, ну, например, тебя я спрашиваю, как зовут? Юля. Люда? Юля, Юля. А? Юля. Юля. Юля, а ты умирать будешь? Да. Вот, вот он тоже так вот будет. Тогда я еще даже спрашиваю. Юля, а душа твоя где в гробу будет? И он тоже так же говорит точно, говорит, нет. А где же? Надеюсь, что... А? Надеюсь, к Богу. Надеюсь, а он так точно покажет туда. Туда. Я говорю, ну, я говорю, ну, вы туда покажете, американец туда, африканец туда, этот еще туда. Земля шарообразная. Где же небо находится? Ну, ладно, ладно, говорю, все-таки, а кто же будет все-таки решать-то, куда же душу вашу девать? Прокуратуру какая будет, может, решать? Бог. А? Бог. Господь. Ну, значит, пока мы с ним там прокуратуру говорили, ну, ладно, кончилось с тем, что все согласились, сошлись, что только Бог может знать всю душу и знать, куда. Да, где место каждого, кто что заработал, вот, как здесь именно на земле, вот. Ну, да, ну, что, значит, Юля, значит, надо бы... Может, душу твою на суд к Богу вести? Так или не так? Да. Ну, сейчас. Ну. Ну, а твою душу на суд с Богу с умом или без ума пойдет? С умом. А может, без ума? С умом. Да, и, знаешь ли, до какой степени, да смешной доходят некоторые взрослые люди. Ответ-то надо давать. Сидят и вот так вот думают, не знаю, то ли с ума, то ли без ума. Вот был целый толпа, вот такой-такой здесь. Один малышка, вот, у него голова, а он повыше, вот немного там, да. Вдруг вскакивает и натирует руку, понимаете? А как же ее судить, если у нее ума нету? Ну, ну, значит, где же ум находится? В душе. В душе? А в голове что? В мозге. А в мозге-то уже червяки сожрали, а ум-то остался. Вот. Вот тут начали разговаривать. Вот видите, как беседа идет, да? Да. О том, что, сказать, ум-то в душе, в сердце, потому что, нахуй, потому и Господь говорит. Сыне, дашь мне твое сердце, не говори, дай мне твои мозги, а говори, сердце. Вот. Ну. Сердце. Вот, значит, заботиться надо бы на сердце. От избытка сердца, Господь говорит, устагло. Вот, вот, вот. Доброе, если сердце, да, избыток, значит, уста доброе, говорят. Худое там нету, безобразие, от избытка сердца, поэтому надо позаботиться, что в сердце был избыток добра. Да, это что такое, что мы говорим, что мы говорим, это слова Божии, это дух и жизнь, сама жизнь. Вот, слово. Вот ты скончался, а слово, то у тебя оно вошло в сердце, оно там будет. После смерти будет, после смерти будет, и ты будешь живая. Да. А вот. Вот, но, а если у человека этого нет, у него ничего не будет. И да потому что, Вадик, кто исповерь. И да позднано будут во тьме чудеса твоя и правда твоя в земле забвенной. Уже там таких не будет, разве там не с кем поговорить. Так потому каждый должен заботиться, вот, о том, чтобы, вот, сердечко свое, вот, наполнять, да. Ну, немножечко в сторону я отклоню. Это сколько время? Полседьмого. Господи, понял, да как же это так, это время. Как быстро, быстро. Ну, во мне уже лошади плачут уже. У нас лошадки, вот, и вот тоже бывает, ну, иногда много, вот, ну, бывают людей, да. Ну, и идем, ой, говорят, ой, какая, какая умная лошадка. Я говорю, да какая умная лошадка, у них ума нету нету. Ну, нету, говорит, у меня такая собачка умная. Ну, я делаю ее такое специальное. Видите, говорю, никакой твоей собаки ума нету. Ой, ей как-то обидно показалось. Да мне умная, да нету твоей собаки ума. Начинают еще чуть-чуть доказательства какие-то, бывает, порой иногда бывает. Приводишь, где там биология, тому прочее. Какие-то им биологии. Нам никакая биология, нам Слово Божие. Слово Божие сказало, что не будьте, яко конь и меск, им же несть разума. То есть, конь, лошадей, там, мул, там, осел, там, лещок, там, водон, у всех животных, у них нет разума, у животных. Бывает ей обидно, она хотела памятник поставить своей собаке. Бери, станови, ладно. Но знай, что ума у животных нет. У животных есть душа. У человека душа, конечно, понятно, есть. Но у животных другая душа. У животных душа, то есть у человека, сущностью обладает. Вот сущность рука, руки, это сущность телесная. А есть еще сущность духовная. И она в человеке есть. А может выйти, это будет душа человека отдельно. А это тело отдельно. Но это не человек. Человек будет, когда будет вместе. Вот. Вот. У животных душа есть. Но у животных душа сущностью не обладает. У животных душа обладает только одной энергией. Энергия. Энергия. Что такое? Есть жизненная сила. Это у растений. У животных есть чувственная сила. Но они чувствуют, оббегают, все. А у человека, кроме всего этого, есть еще разумная сила. Да? Вот. Ну. Вот. Ну. На чем я остановился? Ну да. Значит, у твоей собачки так говоришь. А ей так хотелось, чтобы у нее ум там был. Дальше мы беседуем с прочими людьми. Объясняем. Ну, что нет. У животных разума. Вот. Но у них есть энергия. Да? Душа есть. Душа обладает энергией. Что такое энергия души? Это жизненная энергия. Есть жизненная энергия у лошадки, которая ее животворит, как лошадь. А вот жизненная сила у коровки животворит ее, как коровки. Кстати, я сказал, вчера на глазах моих жеребилась. А наша одна лошадка, да. Правда, на два недельки пораньше, она громадная такая, да. Вот. И вот все это жеребеночка, все, правда, пришлось вытаскивать, потому что конюхи наши, ветеринарка, она опытная. Так, все это вытащили на солому, все сделали чистенько, все сделали. И, наконец, она, сказать, она встала, лошаденочка, да. И жеребеночек, ну, так пытался, хотелось на ноги. Ну, всячески, и в конце концов, сколько я просидел, он все-таки встал. Да, встал, но нетерпения уже не хватило нам отправляться, да. Вот, и вот уже завтра, если погодка была бы хорошей, он на улице мог бы уже бегать. Вот, потому что уже одна, вот это вторая, как бы у нас еще три должны жеребиться. Но это тепло, когда будет. Вот. Что это такое жизненная сила? Значит, у них душа жизненная сила, ну, собаки, да. Она делает ее собакою. Все в ней, да, собачье. Но кровь из стекла, и никакую собаку, ни лошадь, ни корову на суд не поведешь. У них нет разума. Вот. И они, нельзя сказать, что они бессмертны, да. Нельзя. Вот. А у человека душа еще разума нет. И вот о разуме-то своей души мы должны всеми силеночками позаботиться. Отец Алексей, ну, уже все сейчас на тебя бросятся. Вот всем нужны вот такие вот. Запрождение. Да и всем рожать надо, да. А где духовное сей семя набрать? Вот видите, да, Господь дает духовное сей семя для рождения. Вот так. Ну, и вот так вот мы там беседуем. На эту тему немножечко поговорили. Смотрите, у многих, значит, это, ну, понятие какое-то появилось. Что нету, у них нету животных, да. Душа есть, но она вот делает только то, она рождается. И вот кошечка родилась, она будет кошечкой. У ней душа, ну, животное, кошачья. Кошечка какая-то, порода или все прочее, все это устроено, да. Но человек один сотворен человек. Ой, только помыслить, это прям даже страшно. По образу и по подобию Божию. Как это велико и как это неизобразимо. Одно это, дорогие братья и сестры. Прям я бы сказал, но всей бы душой, вот всей бы своим, всем поняли бы, надо стать другим человеком. Потому что придет время, но человек по образу Божию и подобия сотворил. И весь закон, и словечко Христово, оно вот к этому приспособлено, чтобы человек был по образу и подобию Божию и имел жизнь вечную. Он был с Богом, да, со Христовым. Ну, что еще могу? Мог бы я сказать что-нибудь, ну, может, кто-нибудь вычет. Тут вот спросите, что самое главное в монашестве? Можно ли спастись в монастыре без духовного руководства? Ну, может быть, кто-то спасется, но это очень-очень и трудно, и сомнительно. Обязательно нам нужно духовную руководство. Во-первых, я сказал, на первое место, что хочешь, это каждый человек, Христос. А Христос на первое место только ставится, вон, смотрите. Сейчас раздавать, да? А? А потом? Сейчас раздать? Да раздайся, там, чтоб тебе не носить. Вот. Вот. Вот она. Христос на первое место. То есть, слово Христово, да? Его надо изучать. Вот. После этого найдется и духовная наставка. Найдется. Господь покажет. Подскажет. Пусть это может быть необязательно даже священник, да? Ну, где священнику столько наберешься? Вот так вот на всех, да? Ну, это невозможно. Вот. Ну. 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 Все, все, теперь рожать будете. Ну, как? Девушка, а можно вопрос? А? Вопрос можно? Не понял. Вопрос можно? Да. Вот смотрите. Вот. Человека вроде как вот простил, исповедался вот за все. Ну, во сне все равно вот не дает душе покоя вот сон. Вот как вот душе покоя вот сны вот с этим человеком связанные. Вот как вот быть? Вот и молишься. С каким человеком? Ну, вот ревность это грех. Ну. Вот исповедался все, простил этого человека все. Но все равно вот во сне снится то, что ревнуешь ты этого человека все равно вот. То, что вот и предает он тебя, изменяет. Вот как вот с этим бороться? Ну, Господь, ну, господь, ну, научай нас всех, да. Ну, научитесь от меня, я как роток есть, не смирен сердцем, и обрешу тебе покой душа в вашу. Ну, что, непонятно? Понятно. Ну, все. Спасибо вам. Господь, обидеть, это не я. Вот смотри, как учите. Прощайте, и вам проститься, говорит Господь. Не судите, сказано. И не судимы будете. Да. Вот. Батюшка, можешь на вопрос? Батюшка, он еще вопрос тут не дает. Ой, как бы ты сюда пробрала, да. Батюшка, научите, пожалуйста, как не привязываться к людям. Как? Как не привязываться к людям, говорю. Не привязываться? Ну, порвать веревки надо, да и все. Как я порвать? А как? Что? Как? Как? Ну, топором, ножом, ножничком. Что значит привязываться? Это, ну, понятие, ну, понятие, ведь это можно по-разному понимать, слово привязанное. Если это добрый человек, да, добрый, от которого получаешь пользу, ну, слово привязанность, ну, это, как называется, ну, слово верность, послушание. Ну, или, как сказать, привязалось, ну, как сказать, если, если, как сказать, ну, ты человек, человеку пользу ты не приносишь, а, сказать, ну, привязалась. Ну, что вот она привязала? Ну, как не привязываться? Во-первых, во-первых, ну, чтобы уж ладно говорить, привязывай свою душу ко Христу. Закруйте, закруйте, закруйте. Будет душа ко Христу привязана, да? Ну, и душа не будет привязываться. Но, если этот человек добрый, и он тоже ко Христу привязан, еще крепче тебя, то можно с таким человеком, не будем говорить слово привязанность, а вот иметь доброе взаимообщение, это полезно было бы. Вот это и есть, может, духовное руководство, которое человек, может, побольше себя знает, поопытнее, да? Ну, но это не привязанность. Ну, пускай, ладно, привязанность духовная, ну, так вот, но, но, чтобы это было, как-то сказать, ну, добро, вот, надо сказать, не скверно как-то. Ну, давай, помоги тебе. Хочу, еще вопрос передали. А к детям должна быть привязанность? Любое? К собственным детям. Любое. Ну, как вот... К кому? День, день, к собственным детям. Ой, если когда ты родишь кого-нибудь духовно, да, ой, ну, у тебя, знаешь, какая будет привязанность. Вот у тебя трое таких, которых ты по плоти родила, тоже надо воспитывать их, любить. Ну, обязательный ответ за это давать. И заботиться, чтобы это было духовное воспитание, да. Ну, а если ты еще к трем прибавишь, и еще побольше, которых можно вместе, вот, как-то, ну, взаимно, ну, по опыту подсказать, кому-то, вот, да, к Богу как-то привести, подсказать. Бывает даже небольшая подсказочка, да, а знаете, какую пользу какую приносит вовремя. Показывает, показали, что вот это ты у нас, как сказать-то... Юлия. Юлия. А, оказывается, Юлия, так, вы знаете, оказывается, она его в церковь ходит, она верующая. Смотрите, какая она, какая хорошая, да. Может, мы с ней потолкуем, а? Ну, вот, видите, как мы толкуем. Вначале о чем будем толковать-то? Ну, а что, ну, о чем-то. Как на Марс полететь или о чем-то. Ну, о Боге, о законе, да. Но не многословец. Сказано, от многословия не избежишь греха. Мы, бывает, не мощные, что много, вот, говорим, много лишнего, а вот молиться побольше, пусть вернее. Но быть внимательны друг у друга, вот, не проходить мимо, да. Батюшка, как, вот вопрос, как понять, что тебя Господь призывает в монастырь? Ну, это, я скажу, такой пример. Например, есть в книге, да, как его, Николай Сербский. К нему пришли мать с дочкой, да. Говорит, Владыка, ну, помогите нам, подскажите, ну. Мы с дочкой своей решаем, или в монастырь, или замуж. Вот, что есть в монастырь, а есть вот замуж. Вот, что-то есть в монастырь, что-то есть замуж. Говорит, все, вопрос закрыт. Говорит, что? Что? Пусть выходит замуж. Ну, как это быстро сразу, ну, даже и не спрашивай дал. Но она отвечает, кто, у кого душа к монастырю расположена, он прямо чувствует и говорит, а я не могу жить иначе, я могу жить только по-монашески. Все. И весь разговор. И поэтому этот вопрос, как понять, что тебя Господь призывает в монастырь. Придешь, допустим, ну, ко мне, так, ну, а я вот так вот, вот и спрашиваю. Буду я с ним много разговаривать? Нет. Все. Я только спрашиваю, хочешь или не хочешь? А как ты хочешь, как ты это захотел? Боже-ка, я не могу жить иначе. Вот, тогда это убедите. Ася начинает, вот я еще не разобрался, надо мне вот то-то продумать, надо вот то-то. Иди разбирай. Иди женись или куда-то. А кто в монастырь? Мужчина или это женщина? Тут прямо говорит, все семьи, он чувствует, да. Я не могу в другой жизни жить. Все. 50 лет. Он всей своей души чувствует, и он не может. Понимаете? А тут как узнать? Вот так ему ответил, это святитель Николай Сербский. И замуж. И у нас мы тоже так поступаем. Не хочешь? Ну, иди, ладно, иди там куда хочешь, там, быть трудником или куда хочешь, но до какого-то времени побудешь, только потом выдворяем. А монашество? Человек не может жить по-другому. Я, например, тут скажу, семьдесят, тут восемь лет будет, да? И вот с космонашества я не... У меня не было, по милости Божьей, чтобы я когда-то бы сожалел или что-то такие было. Слава тебе, Господи! По милости Божьей и по селеночкам, чтобы исполнять, насколько исполнять, да. Но! У тебя трое, да? Ничего, им можно в рай попасть. Там святитель Тихон Задонский говорит, в день оной могут быть многие, живущие в миру, оказаться в монашеском, в монашестве в день оной. А монахи, живущие безобразно, могут быть извержены. То, что надежда есть. А если еще будешь рожать еще других, побольше. Ну, это точно, потому что там игумени там будешь, тогда у них. Ну, вот алкоголь и храм. Что? Алкоголь и храм. Что? Можно вообще прихожанам выпивать что-то? Кому? Водку. Я говорю, кому? Кому? Кем? Ну, женщинам, мужчинам. Обычно прихожанам. Обычно прихожанам. Обычно прихожанам, да? Мерзким. Мерзим. Ну, знаете, я вам скажу. Точно касательно меня. Я, для меня вот это, вот спиртной, вот этот дух. Действительно, я вот с лошадками занимаюсь. У меня тоже, наверное, как лошадины. Лошадки, если спиртную только поднести, она шарахается. И для меня это спиртное, я его не могу. Вино даже. А? Нельзя выпивать. А я не знаю. Виною, виною или водкой. Что это такое? Это белое, красное или какие-то? Красное. А? Не, ну, не знаю я. Вам то, что говорю, откровенно. Там разные цвета. Ну, у меня нет интереса пробовать или какие-то. И скажу, что нежелательно. Особенно в монастыре заниматься. Это даже запрещено. У нас в Опсиной и в самом монастыре, а уж тем более в скиту монастырском. Категорично. Да. А иначе, ну, грубо говоря, если там с кем-то бывает. Ну, грубо говоря, ну, пендали даем. Или отправляем в больницу. Там полечат. Ну, там нелегкое лечение. Вот. Еще будет продолжаться. Найдем способ. Нет. Это вредно. Нет. Наше дело быть здоровым человеком духовным. Не увлекаться. Нет. Не увлекаться. Ничего мы отсюда пользы не получим. А тебе что? Самогон ты хочешь? Нет. Я не болею у тебя. Вот у меня муж болел. Я хотела его подлечить, а он не лечился. А он не хочет. А он не хочет. Не хочет. Не хочет. Ну, куда же его девать? Почитайте. Ну, как же он в рай пьяный попадет там? Нет. Он не попадет. Он не думает об этом. Ну, где же его? Туда там надо отрезвить или менять? У нас так не получается. Нет. Запомните хорошенечко. Нет. Этим никакого оправдания не может быть. Не может. Особенно вот в наше время. Потому что идет война. Война. И вы знаете, говорит открытым языком. И потому во многие продукты много вредных веществ. Продукты. Даже простой хлеб. Вот наш хлеб, да? Натуральный. Мы его сами выращиваем, да? Выращиваем натурально. Сами делаем муку в мельнице, да? Ну, какое количество муки нам надо, то мы делаем остальное. Оно в зернах лежит. То есть она не портится. А когда только промелили, она свежая. Да? И вот. У нас идет часть муки на просфоры. Часть на хлеб. Да? Ну, а другая часть на посев там остается. Вот есть благотворители, которые нам иногда помогают и очень желают, чтобы мы подарили им хлебушка оптинского и картошки. Картошка тоже им нравится, да? Да, вот наша картошечка, тоже наши лошадки, коровки, очень в этом, значит, работают. Вот. Но сено, солома, она не пропадает у нас. Она идет на подстилку, а потом целая гора, громадное удобрение. Скласс, потом специальная такая машина делается, которая удобрение закладывает на какое-то времечко. А потом делается посев или посадка. Вот в меньшем году вот кругом во всей округе Козельска мелкая картошка. У нас картошечка нормальная. И где-то около 700 с чем-то тонн собрали. И мы очень больше половины раздали вот нищим. Ну, кому нищим? Ну, специальная есть организация, которая знает вот семьи, да? Которые нет, они знают их, да? И они вот по распилу даже у меня в кабинете там таблицу такую сделали, большую, и нам принесли. Кому мы, значит, пожертвовали, да? Ну, в семинарии, там это в академии, в духовной больнице, да, где-то кому-то разом, да. Вот. Но все это руками братьев. У нас монастырь в обязательном порядке. Трудовое послушание должно быть обязательно. Часа три-четыре, остальное времечко с богослужением. Вот. Вот. И учёба, если даётся ещё несколько вот часов, учёба, духовные семинары там. Вот такое у нас, да. Ну, сейчас у нас требуется несколько матушек. Монахинь, да? Ну, кто из вас найдётся, может быть? Шесть монахинь из вас найдём? Никого нет, да? Нет, спасибо Господи, у нас. Они уже есть. Ну, старушки вот со мной пришли, уже устарели. Господи, надо за ними поухаживать. А уже вот сейчас времечко приходит. Ну, вот эти, маточка, у них они особо живут, у них отдельные. Да. Ну, там, теплички там выращивать, может, рассадку. Да. Ну, вот такая работа, работёночка помогает. Так, ну, ещё какие, может быть, вопросы? Может ли мирской человек пользоваться чётками? Чё? Чётками. Если есть правило, ну, к примеру, да? Мирской человек, не монашествующий, может ли пользоваться чётками? Может, никому не запрещается. Если есть правило. Ну, только не надо эти вот чётки вот так на виду. Ну, нет, по правилам и положили. Можно маленькие чёточки здесь, что даже и никто тебе их будет ходить и не заметит там. Вот у меня вот они чётки, да. Из Афона приехали, они были так поражены, говорит, мы попали. На какое-то такое место, что выше всякой святости. И то есть что, вот видите, у меня они на руках, я могу работать всё, да. А чётки работают, и счёт идёт. Вот они, вот насчиталочка, да. По этой движешь, она передвигается. Могу считать, могу. Вот малейские чётки. А не мечтали у них никак. И наконец приехали, попали вот на такое изобретение. Вот надо по руке, как, а потом правильно надеть. Если я надену вот так, да, то она раз и соскользнёт. Вот когда вот так, всё, да. Ну, конечно, если грубая работа, надо положить в карман. А если я вот снимаюсь, могу не сниматься. Вот они не мешают. Когда их увидел, вот помолиться надо. Что? Когда их увидишь, вот даже вот просто вот на руке вот носишь в миру, так, чтобы не видно было. Чётки увидел, уже вспомнил, то что надо помолиться. Напоминание хорошее. Ну, ну и так, может быть. Может, я тогда под пальцами у тебя вот там тут что-то. Так, что ещё давайте. Ой, это уже сколько времени? Семь. Семь. Мы уже устали. Семь, что ли? Боречка, можно вот такой вопрос? Сейчас в городах, вот в мирских, среди мирских приходов, в храмах очень часто такой темой люди интересуются. ННН, вот печать Антихриста, некоторые уже даже в храм боятся ходить. Сейчас вот такие истерики развиваются, да, что вот сейчас Антихрист скоро придёт, да, печати поставят. Что бы вот вы для таких людей могли бы сказать? Да не надо бояться этого. Ради Бога. Я говорю это просто даже не от себя. Я вот это читаю. Есть книжка такая, вот Ефрем Ватопецкий, Афонский, да. И он там в частности говорит, да, в частности вот эти, ну как, четвёрки или как они? Шестёрки. Шестёрки, да, да. Шестёрки. Ничего, говорит, вы этого не бойтесь. Вот. И по-настоящему, по-настоящему, самое вот, отречение от Бога, или печать мы назовём это, да, в чём она состоит? Состоит не в том, что тебе даже поставили печати. Печати могут поставить, но страшно то, что когда тебе ставят печать, и ты вот этого человека признаёшь за Бога. Вот это печать, это погибель. Вот. Если ты его за Бога не признаёшь, плюнь-то на него, как на пса вонючего. Подумаешь, ты мне там печать поставил, а я что. И мы смотрим, пожалуйста, вот книга, вот Апокалипсис, да, Апокалипсис. Ну, это вот, да. И там вот написано вот про это, про, ах, двух этих Апсалтир, что-то, Апокалипсис, что-то, что-то. А вот, откровение. О, прям тут попал. Вот так. Ну, вот там два пророка, которые мучили народ. Ну, как мучили. Ну, это Илья и инох. Мучили. То есть было, как Илья в своё время, да, три с половиной года молился, чтобы засуха была, чтобы люди хотя бы разуме лезть к Богу. Вот. А там написано, языки свои грызут, кусают, так к Богу не обращаются. Да. Так подобно и здесь вот эти вот эти пророки. Зверь выходящих, да, вот они. И когда кончат о ней свидетельство своё, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьёт их. Победит и убьёт. Никогда не смущаться не надо. Это телесное убиение, да. И трупы их оставит на улицах великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш Распи. То есть Иерусалим, Господь Распи. Да. И многие из народов начнут там, языков будут, ну как, торжествовать и живущие на земле будут радоваться. Так. Но после трёх дней с половиною вошёл в них дух жизни от Бога. И они оба встали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них. Да. Да. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им, взойдите сюда. И они зашли на небо, на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение. И десятая часть города пала и погибло при землетрясении семь тысяч имён человеческих. Иерусалим. 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 А дальше слушайте. «И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному». Ну ведь все же были пропечатаны. Да. Да. Семь тысяч погибли, а остальные были живые. Но на них печать и на лбу, и были в Иерусалиме, то есть иудеи. Но когда они как-то увидели, что это обманщик, что это обманщик, они уже перестали ему поклоняться как Богу. А воздали славу. Вот. Вот. Были страхом и воздали славу Богу Небесному, то есть истинному Богу. И уже их не эти печати, роли не играли. Когда они смотрели на них, конечно им было неприятно. Ой, что я натворил, да. Да. И после этого вот там началось уже там по всей земле разный антихрист начал там творить. Конечно, когда человека заставляют, вот ты давай-ка там принимай вот это начертание, но условия, чтобы ты поклонился вот как какому-то там этому идолу. Ну, когда поклонился, а когда кланяешься, то есть ты как бы признаешь его за Бога. Вот в чем эта печать. Его не признавать нельзя. У нас один Бог. Одному Богу, да. И вот они воздали славу, истину Богу, не побоялись. И они первые, первые стали мучениками, они были убиты. Эти оставшиеся, да, были убиты. И этой Иерусалиме нагонение началось вот оттуда, от этих, из Иерусалима. Семь тысяч, которые при землетрясении, остальные воздали славу Богу. И они были, на них был гнев, да, а потом дальше и по всем народам. Ну, 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 а потом Господь пришел, что боятся там. И всюду, везде всегда извещаются святыми отцами. Ну, 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 так еще что успеем мы несколько минут. Вот для нашей жизни хорошенечко, еще, еще раз многократно вам говорю. Изучайте, изучайте, словечко Божие. Вот, человек скончался, а умереть придется каждому. И когда ты скончался, сердечки твои будут эти слова. Слова, слова жизни, да, это слова жизни, слова, которые Господь говорит. Слова, которые я вам говорю, это суть дух и жизнь. Апостолам он говорит, вот как. Дух и жизнь, и потому что он изучает на память, запоминает, они нужны. Очень нужны. Ну, ну, говорит, не судите, да не судим будете. Даже вот маленькой. Бдите и молитесь, да не внедите в напасть. В терпении вашем стяжите души ваши. Претерпевый до конца твой спасен будет. Вот это терпеть надо, без терпения нельзя. Многими скорбями подобает нам войти в Царство Небесное. Ну, надо? Так это, надо, да. Все стою у двери и стучу. Вот у тебя там надо. Ну, а что, услышит глаз мой? Войду к нему. Буду вечеря с ней той со мной. Ну, что, вот. Услышишь? Смотрите, откроешь. Надо открыть дверь. Тогда Господь войдет и будешь с Господом вечеря. Ну, что, чай пить? Беседовать. Слово Господь подскажет, что нужно. И укрепит душу. Вот. Вот как. И каждому. С каждому, да. У каждого, Господи, все стучат у двери и стучат. Потому, когда придет, второй придет, все воскреснут. Это ужасная картина. Она, картина, о чем святые отцы говорят. Ну, ее изобразить нельзя. Всеобщее воскресенье – это неописуемо превосходящее, нежели само творение мира. Представьте, это триллионы или какие цифры, сколько людей. Кто-то в пепел, кто-то, я не знаю, в электроны или в чем он там превратился, да. Я говорю, все услышат. И каждый встанет в своем теле. Но тело в этом у нас. Тело душевное, мы встанем телом духовное. Ой, об этом надо позаботиться всей душой. Так, Людмилу ты? Юля. Юля, будешь? Будем. Все. Все, благодарю. Ну, так. Молитесь, батюшка, чтоб все получилось. Помоги, Господи, чтоб все у нас получилось. Божья помощь, а Господь этого хочет и сам помогает. Вот так. Ну. А вот там пуза стоит такая, ты будешь? Рожать? А? Нет. Ты куда? Будешь? Да. Хорошо. Приеду завтра и начинай. Ну, духовное. Духовное. Будешь с кем-нибудь найдешь, какую-нибудь на улице зашиврать, поймаешь? Ты что такое там такой напился? Ну-ка. Ты что же молись Богу? Ну-ка. А если он в сом окажется? Что? Ну, вот в сом, о котором вы говорили. Вот. Нехороший. Ну, вот как свиньи, чтобы вот… Не метать беседу. Да, да. Не понял. Как этого человека распознать, которому можно говорить, а который вот растопчит то, что ты говоришь? Распознаешь. Когда будешь, когда ты изучаешь словечко Божие, ты где-то нибудь ошиблась. Ну, в чем-нибудь, а? Ну, договорил, говорит, чувствуешь, не то. Ну, я не знаю. Вот я скажу о себе. Ну, как распознать? Да. Ведь когда по исповеди вот стоит толпа, а ведь нужно скорее ко причастию, значит, долго нельзя разговаривать. Да. Вот подходишь, Господи, что это? Подходит человек, я говорю мысль, Господи, вразуми, не свинья ли этого? Я говорю, это не в обиду человеку, а только чтобы вот стоят люди, которым нужно причаститься, а не второе, чтобы это не надерживало. И Господь как-то вразумляет, подсказывает. Чувствуешь, что, ага, что-то такое нет, вот его не хватает. Скажешь, слушай, давай-ка, если ты можешь, вот подойти после обеда, вот я приду, туда, там, подойдем, побеседуем. Ну, конечно, после обеда, вот я прихожу, беседую. Ну, ну, поменьше народа, так там, так бывает, но можно беседовать. Так? А, так, еще кто-то, но зато, которые уже, у которых уже есть духовнички, которые уже исповедовали. Быстренько, быстренько, раз-раз-раз. Вот. Вот. Ну, 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 только здесь. Ну, начнешь говорить, ну, помолись, ну, не в обиду. Скажешь, Господи, не свиньё ли это? Ну, не в обиду, а во спасение, в радость. Вот. Ну, что бы, могла бы ты что-то говорить. Да. А потихонечку, ну, не сразу ведь человек, ну, получается говорить, больше упражняться в Слове Божьем. И будешь говорить, особенно своим детишкам. Но детишкам надо показывать саму жизнь. Как ты живёшь, как мамочка у нас какая. Ну, я вот скажу о себе. Ну, я малышка, ну, смотрите, ну, может, год, может, чуть-чуть, побольше, да? На печке. Гляжу. Вот так. Гляжу. Света нету. Темно. Даже лампадочка, если чуть-чуть горит, это считается всё, чуть-чуть ползает. Контуры так и, значит, всё нормально. Так. Гляжу. Мать. Убегает. Вот. Сеня. Падает на колени. Знаете, вот редко сейчас увидишь. Руки кверху. Господи. Но я-то смотрю. Смотрю. Мать-то моя. Вот она к Богу обращается. Да. Ну, что-то такое какая-то беда. Вот так. И вдруг через несколько минут тётка, то есть её сестра, вот бегает, тоже падает на колени. Господи! Слава тебе! Мать поворачивается. Анюта, что там такое? Танюшка, говорит, несколько поленцев нашли. Господь, посмотри. Ой, и молится. Руки кверху. Благодаря. Значит, надо идти в колхоз. Надо пешку протопить. А то и я там, сестра там ещё там два еруна. Ну, как мы там останемся? Холодно, да? Там ещё там ещё тёпленько. И вот благодаря Богу. И вот так вот каждый день, когда видишь, как я могу. Много таких примеров. Я не могу даже помыслить даже, что… И когда я свою мать родную вижу, и когда бывают чудеса, настоящие которых… Это же время, да, бывает, да. Прямо на глазах ты вот видишь, тётка, бабушка, другие, как это вот бывает, да. А ведь в то время бывали, где-то немцы были, разрушили. Идут люди нищие. Ох, какая страшная картина. Я, малышка, иду. Они вот идут, и они ничего не видят. Она смотрит на тебя, вот, что ужасно. Это вот так вот. Мы смотрим, и ты на меня смотришь, да. Да. Вот. А она на меня вот смотрит, но она сквозь меня. То есть у неё горе неописуемое. Я на неё смотрю, и вот такую картину. Вот это вот я смотрю, и ты на меня смотрю. Нормальненько. А это нет. И вот она смотрит, когда такое вот, и говорит, как? Что это такое, да? Да. И идут они. И не знают, куда идут. Где, кто их остановит, кто их даст ночлег. И, бывает, на улице, а, может, и умирают, и ещё где. Где-то там прошло такое, да. И вот их приняли. Моя мама там с подругой приготовили. Ну, вот, крупу. Что? Она же так выдавали. Ну, в шелухе вот это, да. Долго. Ой. Она приготовила, хотела им. А тут как раз шли вот эти нишенки. Она увидала их, не могла. Она их остановила. Дала им весь этот кулеш. Они поели, да. Ну, и пошли. Но я запомнил их глаза. Неописуемая. Вот только одну лошадку видел в Козельске, которая больная. Да? Её мужичок что-то везёт. А для неё, я смотрю на неё. Для меня вспомнил. У неё глаза, как у тех нишек. То есть, она идёт. Для неё не существует. Люди, город или где. Она идёт. И вот всё она. У неё где-то такая картина, да. Вот. И вот они пришли. Ну, как бабушка кулешок сварила? Левки. Да нету. Кулешок. Как? Ты что же? Да вот она им рассказала всё это. Вот. Нет. Говорит, там в печке. Говорит. Ну, может быть, половничка. Там черпачка что-то ставит. Полезла в печку. Рогач. Моготочки. Выкатывает. Берёт его, да. Крышечкой закрыт. Чувствует. Выходит из чулана. Бледная. И не может выговорить слова. Только пыкает, пыкает, пыкает. Вот выговорил. Полный. И поставила на стол. Больше не могла стоять. Села. Оказалось. Пукует. Пучу. Ну, полный оказался. И вот мама, подружка, она... Они ели и обливались слезами. Не могли разговаривать. Не могли. Они видели это чудо. Что произошло? Смотрите. Вот остановили Нишенкова. Вот, пожалуйста, тебе. Вот сколько родила. И так можно рожать? Да. Смотрите как. Так что, чтобы мы знали, такое доброе кому-то дело сделали. Всё. Значит, всё. Какого-то человеческого к Богу подели. Во всяком случае, сами себя. Ну, Господи, да. Вот. Ну. Ой. Ну, что мы. И сколько уже? Двадцать минут. Двадцать пять. Можно один всего лишь вопрос. Такой важный. Вот знаете, когда люди в монастырь приезжают, они и отдыхают здесь душой, и исцеляются, да, как бы духовный запас свой пополняют. После монастыря хочется молиться, как правило, человеку. Жизнь меняется на некоторое время. А вот в миру получается другая иной раз картина. Когда люди вот, ну, жалуются на то, что не идёт молитва. Вот весь день человек за компьютером сидит на работе. В неверующем коррективе. Да, там матные слова какие-то идут. Там обстановка такая суетная. Вечером человек приходит, вот люди жалуются на то, что они не могут читать вечернее правило. Они измождены. Утром они просыпаются, и такая же суета они не могут прочитать утреннее правило. И люди остаются как бы без молитвы, без Бога общения. Пустота давит на человека, и человек не может из этого выбраться. Что бы вот Вы посоветовали вот человеку в миру? Как вот спасаться духовно в этом смысле? Я мог бы сказать, такой обычный, ну, сказать, ну, опыт, что ли, да, когда некоторые люди даже из-за компьютера, да, в какие-то паузы, да, молитву произносят. Так мой, хотя одну молитву скажут. Потом ещё сказать. Потом вспомню какую-нибудь заповедь Господню. И это сказал, да. Ну, потом получается ведь пауза, когда можно что-то с людьми окружающими, что-то как-то поговорить. Можно увлечься разговором, а можно удержать себя. И поэтому всё-таки и при таких условиях, вот как ты сказал, можно, можно всё-таки, да, каким-то, пусть это, конечно, будет меньше, вот. Но зато здесь труда и усилия, и любви будет к Богу побольше. Потому что ты заставляешь себя. И поэтому, как бы, бывает, ну, компьютер будет без компьютера. О, ну, ну, старушка толстая. Да, у неё там внучат, может быть, сколько они кричат. Ну, что же тут делать, вот, да. Трое, он говорит, да. Ну, там ещё, наверное, прибавят. Ну, конечно. Ну, тот запищал, ну, что там с ним там сделать, да. Каким образом и здесь надо, да. Но только бы вот где-то в глубине вот иметь памятование, что мы вот ходим перед Богом, перед Господом. Памятование называется Божие. Понимаете, памятование Божие. То есть молитва, да. А бывает молитва, а без памятования. Тараторит себе. Скажу, что у нас вот был один. Хорошо, ясно его. Тринадцать тысяч вот молитв Иисусовых. Хорошо, я его остепенил. Потому что, когда тринадцать тысяч ты читаешь, да, то в это время у тебя помыслы бесовские проходят. А это просто вот быстро-быстро-быстро говоришь. И получается даже, что молитва во грех. И ты по пользе не получишь, а будет вред от сатаны. Самое главное в молитве – внимание. Пусть это будет не так часто, а со вниманием. И все, господи, господи, господи. Господи, господи, господи. Господи, господи. Вопросов много. Договориться, чтобы первое, еще раз, подождите, подождите. А теперь будем, бачки? Сейчас. Петь. Обязательно. Это чтобы обязательно крестились огнем. То есть, слава Божией. Ну, все силы, полагайте, да, так и рожали. Спасибо. Вот давайте. Спасибо Вас. Так, чтобы я подтвердил еще разок. А чтобы на радость нам помощницей была нам Царица Небесной, помолимся. Божией Матерь. Так, ты нашу изобретал. А мы нам уже не сказал нашу. Как зовут? Юля. Юля. Давайте сейчас петь будем. Петь. Дайте одну сухарь. Дайте. Юля. Пожалуйста. Мы просили поставить сюда и сюда. Вот я же, потому что просили, я туда и беру. Давайте. Потом, потом. Сейчас хороста дали. ? Д produtonowい skepticism. Допустим. Звучит мир, meu圍 Матерь». Ее имя,、 Reyna. ПЕСНЯ В Слове Божьем есть такие слова Благодушествует ли кто, да поет псалмы и пения, и песни духовные? Давайте-ка мы попробуем песни духовные, пропоем про коня. Давайте-ка мы попробуем песни духовные, пропоем про коня. На двоих, на троих, вот держите, чтобы смотрим. Будем петь, да? Да, будем песни петь. Вот слова. Передавайте, на двоих пройдем. А ну тебе, я знаю, что, бейте. Туда-назад передайте, чтобы тоже слышали там. Да, поем. Мы иду ночью в поле с конем, Ночью темно-тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю двоем. Мы пойдем с конем по полю двоем. Ночью в поле звезд благодать, В поле никого не видать. Только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, Принеси по полю меня. По бескрайнему полю моему. Только я разок посмотрю, Не рождает поле в зарю. Ай, брусничный цвет, Ай, брусничный цвет, Али есть в том место, Али его нет. Али есть в том место, Али его нет. Полюшка майор, родники, На недели день огоньки. Золотая рожь, да, кудрявый лёд, Я влюблён в тебя, Россия, влюблён. Золотая рожь, да, кудрявый лёд, Я влюблён в тебя, Россия, влюблён. Будет добрый год две порой, Было всяко-всяко пройдёт. Ой, золотая рожь, да, кудрявый лёд, Ой, о том, как я в Россию влюблён. Ой, золотая рожь, да, кудрявый лёд, Ой, о том, как я в Россию влюблён. Ой, о том, как я влюблён. Ой, о том, как я влюблён.